Я работаю по 30-40 часов в неделю, учу 3 иностранных языка, занимаюсь спортом, танцами, вокалом и каким-то образом у меня еще стоит время на семью и друзей. И вас, возможно, уже тошнит от моей токсичной продуктивности, и вы хотите закрыть это видео, но подождите. Здесь я расскажу как раз-таки, как я отстала от себя и не пытаюсь во всех сферах быть просто супер молодцом и разорваться не пытаюсь, а как применяя некоторые техники и советы, которые делают мою жизнь проще, я стала эффективней и моя мотивация тоже выросла. Привет, меня зовут Клава, добро пожаловать на мой канал. Здесь мы обсуждаем все, преимущественно бьюти, ход за кожей и волосами, но вообще говорим на любые темы. Итак, продуктивность. Это не что-то обязательное, и вообще далеко не всем это надо. Но если у вас постоянно не хватает времени и вы ругаетесь за то, что не получается выполнить все, что запланировано, советы, которыми я сегодня поделюсь, могут вам помочь. Естественно, все нужно адаптировать под себя, что-то сработает, что-то нет. Возможно, то, что помогает мне, поможет вам. И еще один дисклеймер. Это видео скорее для тех, кто учится или работает на себя или из дома, либо же в офисе, но как-то может влиять на свой график. Первое, до чего я дошла сама, это, наверное, очень сейчас популярная тема, и, возможно, вы уже применяете это в какой-то степени, это отключение уведомлений на телефоне. То, что мы все время на связи, с одной стороны, конечно, это большая привилегия. Круто, что мы можем в любой момент все что угодно загуглить, с кем угодно пообщаться, но это имеет большое-большое влияние на нашу продуктивность, на наш фокус внимания. Когда телефон постоянно издает звуки, вибрирует, привлекает наше внимание, это мешает сосредоточиться, как бы, да, это очевидно. И это затрудняет выполнение задач. Причем, даже если кажется, что на меня это не сильно влияет, это, естественно, на кого-то больше, на кого-то меньше, но в любом случае, даже если ваш взгляд касается этого сообщения и прочитает, что там, что там вообще кто-то написал, или вообще откуда это уведомление, с какой соцсети оно пришло, в любом случае это на какую-то долю секунды уже отвлечение от той задачи, которую вы делаете. И, значит, эту задачу вы сделаете менее эффективной, значит, дольше. Скорее всего, не успеете и придется переносить это дело на следующий день. Также, когда мы смотрим на эти уведомления, это такая, получается, цепная реакция. Одно цепляет другое. С одной стороны, вы проверили какое-то важное уведомление, возможно, а с другой стороны, ваш взгляд зацепился с другое уведомление. Вам захотелось ответить своему другу, маме, еще кому-то. И потом вы можете себя обнаружить вообще через уже, не знаю, 15 минут. Прошло 15 минут, вы просто отвечали на эти уведомления, и одно, казалось бы, какое-то невинное сцепило все остальные. Поэтому именно хорошо отключать все. Ну, все по возможности. Естественно, чья-то работа очень сильно завязана на постоянном общении и взаимодействии с кем-то. Но если у вас есть возможность, отключите как можно большее количество уведомлений. Например, на айфоне есть режим «Не беспокоить». Ну, самая стандартная настройка режима «Не беспокоить» — это когда, например, в ночное время звонки до вас не доходят, никакие уведомления не доходят. Но они собираются на экране, и вы их можете посмотреть утром, все оценить, что там еще происходило. Что удобно? Возможно, на андроиде есть похожая схема, я не знаю. Но удобно настроить свой собственный режим «Не беспокоить». Например, у меня есть режим «Звездочка». Режим «Звезда». Это режим, при котором мне могут позвонить, а звонят в основном либо курьеры, либо, если что-то очень важное, люди звонят. И все. И, собственно, мне невозможно отправить какое-то уведомление. Я могу зайти, когда у меня перерыв, в тот же Телеграм, либо же в какую-то соцсеть, если мне хочется, но постоянно меня это все не отвлекает. Также, например, если берем эту функцию, очень удобно поставить себе режим, который будет привязан к каким-то приложениям. Например, если вы практикуете медитации, то можно поставить режим, который будет включаться именно на время, когда вы в приложении, которое рассказывает вам медитацию. В общем, вы поняли. При этом мне, например, никто и позвонить даже не может, потому что у меня была проблема, что я в разгар своих дыхательных техник, мне кто-то звонил, отвлекал, и чаще всего это была какая-то ненужная, неважная информация, а мои вот эти 10 минут, которые я хочу эффективно провести, эффективно отдохнув, действительно как-то перезагрузившись, они нарушались. В общем, режим не беспокойте, это просто суперкрутая штука. Неочевидный плюс этого, что очень сильно снижается стресс и тревожность. Я уже, наверное, год в таком режиме живу, когда мне ни одно уведомление не приходит, и за год не случилось ничего того, что не могло подождать. Ну вот просто ничего. В крайнем случае кто-то звонил, вот если что-то такое, не знаю, у меня Марины бывает теряет, и она мне звонит, она понимает, что мне этот режим, если прям что-то действительно важное, срочно нужна мое внимание, она мне кидает звонок, и я знаю, что вот, нужно зайти и проверить, что там происходит. Но кроме этого, вообще просто жизнь без стресса начинается. Перестаешь постоянно находиться в этом шуме и постоянном ощущении, что вот-вот сейчас придет сообщение, вот-вот, вот-вот что-то кто-то ответит, что-то напишет. В общем, это супер. Короче, множество преимуществ для повышения продуктивности имеет отключение уведомлений, и поэтому всем советую попробовать, хотя бы самые какие-то, не знаю, неважные отключите, и будет вам счастье. Вторая штука, техника для повышения продуктивности – это помодора. Возможно, вы слышали об этом. Это такая система тайм-менеджмента, когда вы распределяете свои рабочие часы или часы учебы на отрезки. Это могут быть отрезки в классической версии помодора – 25 минут сфокусированной продуктивной работы, 5 минут отдыха, либо же увеличенный вариант – 50 минут работ, 10 минут отдыха. Мне, например, такой вариант больше подходит. Можно вообще свой какой-то придумать, но это вот классический. Обычно 50-10 – хорошо работающий, такой золотой середины. Суть в том, что вот эти 25 или 50 минут вы работаете, полностью сконцентрировавшись на одной задаче и не отвлекаетесь ни на что. Ни на поесть, ни на сходить в туалет, ни на что вообще, ни на телефон. Телефон вообще где-то лежит в другой комнате. Потом в перерыв 5 или 10 минут вы можете сделать какие-то дела, отдых, прогуляться, пройтись, не знаю, все что угодно. И после, например, двух или после четырех таких помодора более длительный перерыв может быть 30 минут либо до часа. И на самом деле кажется, господи, что я буду так много отдыхать. Мы, если работаем без остановки, мы останавливаемся и прокрастинируем намного больше. Когда мы знаем, что вот это вот супер такой интенсивный период, когда я работаю, во-первых, выполняем больше. Во-вторых, мы и отдыхаем эффективнее, когда это, знаете, законное время отдыха, законное. Ну и в целом сосредоточиться, это помогает вообще как, не знаю, как ничто. Просто супер классная штука. Плюс дополнительная мотивация, это, например, выполнить 8 помодоров в день или там 4 помодора в день. И это как бы такие вот отметки, выполненные дела. И это дополнительная стимуляция, закрыть вот эти вот цель свою и еще один выброс допамина получить. Для того, чтобы применять эту технику, можно воспользоваться обычным таймером на телефоне. Есть разные приложения помодора, погуглите, и бесплатные, и платные, с разным функционалом. Но даже есть физические такие будильники, где вы отмеряете период работы и отдыха. В общем, на любой вкус есть. Советую попробовать эту штуку. Это действительно помогает сосредоточиться. И также, что важно, если поначалу это не будет получаться, это окей, ко всему можно адаптироваться и привыкнуть. Не бросайте эту штуку, если с первого раза у вас не получилось. Надо научиться концентрироваться 25 минут, либо же 50. Но 25 минут на самом деле почему мне не нравится? Потому что нет возможности войти вот в это потоковое состояние. Слишком маленький промежуток. Поэтому 50 уже как-то поприять. Третья привычка для продуктивности. Слушать особые звуки во время работы или учебы. Возможно, все уже этим пользуются. Я не знаю, я даже на этом канале уже много раз рассказывала. Замечательно работаю для того, чтобы сфокусироваться, сосредоточиться, быть более продуктивным. Ненавязчивые какие-то ASMR звуки, Ambience музыка. Главное, чтобы музыка была без слов. Либо же на языке, который вы не понимаете. Если вы будете понимать язык музыки, на которую вы слушаете, так или иначе, это отвлекающий фактор. Мозг подвязывается, мозг распознает эти паттерны. Это дополнительно отвлекающий фактор. Для кого-то прекрасно работает работать в тишине. Для меня нет. Возможно, у меня какая-то легкая степень с ДВГ. Я не знаю. Мне нужно, чтобы чуть-чуть что-то шелестело. Я очень люблю, например, ASMR звуки, будто это в Хогвартсе, типа там общая комната Гриффиндора, Хаффлпапа и прочее. Или там мы едем в поезде, или дождь какой-то идет. В общем, звуки природы, звуки, которые приурочены к какой-то теме, которая вам нравится. Есть разные ASMR, типа Коточкор, ASMR, не знаю, период драма, эстетик. В общем, разные, какие вы только хотите. Все, что угодно, можно на свой вкус подобрать. Ну и также для любителей классической музыки, различные симфонии, звуки, пианино, скрипки прекрасно работают. Они создают такую атмосферу спокойствия, немножко структурируют наше мышление и способствуют продуктивной работе. Четвертый совет для продуктивности и мотивации. Это знать, когда у вас подъем энергии, а когда спа. Что я имею в виду? Есть, да, вот эта вот очень популярная теория, что кто-то жаворонок, кто-то сова. Но если так все не упрощать, можно просто недельку последить за собой, позаписывать примерно, когда мы были наиболее эффективны, когда мы были наиболее энергичны, а когда был какой-то спа. Например, у меня самый ужасный период – это период дня. С обеда часов до 4-5 я просто максимально тупая, не мотивированная ничего делать, супер медленная и непродуктивная. Вечером у меня больше всего именно мотивации работать, но уже на спад, конечно же, идет энергия, потому что хочется спать. Утром у меня какая-то средняя мотивация и энергия максимальная. Поэтому для меня утро и вечер – самые такие работающие промежутки. Попробуйте отследить, посмотреть, как у вас работают, как ваши уровни энергии и мотивации меняются в течение дня. И выделите для себя такие три отрезка и посмотрите, когда лучше ставить дела, требующие максимальной вовлеченности, а когда какие-то рутинные административные штуки прекрасно зайдут. Естественно, можно начать по дефолту, посчитать, что у вас утром больше всего энергии и продуктивности, к вечеру оно снижается. Но, опять-таки, личные биоритмы, так скажем, никто не отменял, у всех они разные. Например, когда я понимаю, что я немотивирована и энергии у меня мало, я ставлю дела, которые мне приносят мне больше удовольствия. Например, заниматься изучением языков. Хоть это энергетически очень затратный процесс, тем не менее, я так от него кайфую, что я могу его вынести даже в этот ленивый период после обеда. Именно поэтому учусь я больше всего после обеда. Если мы говорим про работу, там должна какая-то заряд, мотивация, продуктивность. Обычно какие-то вдохновляющие идеи мне приходят вечером, и я стараюсь максимально на них сконцентрироваться. Утром энергии много, мотивация на среднем уровне, я всякие административные дела туда пихаю. Пятый совет, как быть более продуктивным и эффективным, это собирать дела в кучу или бетчить, как по-английски бетчинг. Очень классный совет объединять задачи в группы по типам. Что я имею в виду? Например, если у вас есть какие-то административные дела или какие-то встречи, или у вас есть какие-то креативные дела, и требующие вашего погружения, глубокого такого, постарайтесь их скомбинировать по разным дням. Например, на один день забейте много встреч. Это так хорошо работает. Например, у вас вторник, четверг, дни встреч, и вы просто максимальное количество созвонов ставите друг за другом именно на эти дни. Когда вы не переключаетесь с одного типа задач на другую, вы вот в этом режиме можете сделать намного больше и эффективнее, с большим результатом. В то же время, если вам нужно сделать какую-то креативную задачу, что-то разработать, придумать, написать какой-то текст условно, лучше всего, когда это непрерывный процесс. Если вы пишете и погрузились уже в этот процесс, и вдруг пошло вдохновение, и посередине этого процесса у вас какой-то звонок, или вам нужно, не знаю, оплатить какой-нибудь счет, это выбивает весь творческий процесс. Поэтому, если есть возможность распределить по дням, либо хотя бы по времени в сутках, разные дела по разным категориям, это тоже просто супер классно работает. Шестая привычка, которая работает для продуктивности и мотивации, это превращать все в игру. Что я имею в виду? Недавно посмотрела видео, и парень рассказывал о подходе вообще к любым делам, к любой учебе, работе, как к игре. И это позволяет ему вообще оставаться на этом пути, не сворачивать и не бросать дела. На примере RPG-игры, где вы постепенно прогрессируете своим персонажем, находите какие-то артефакты, растет его уровень, не знаю, например, в RPG обычный, там уровень силы, битвы, выносливости и так далее. Какие основные принципы там, мотивации и вообще выработки вот этого допамина? Во-первых, в играх есть четкие достижимые цели. Какой-то квест, найти там что-то, убить того-то, не знаю, в Гарри Поттере сварить такое-то зелье. Конкретно реалистичная цель, которой идет наш персонаж. Маленький отрелочек всего пути. К каждой задачей, которую мы делаем в жизни, мы можем ставить такую мини какую-то цель, пройти один параграф по учебе, написать один текст по работе, не знаю, там, проверить всю почту по работе условно. При этом цели в игре соответствуют уровню игрока, то есть они не слишком сложные, они чуть-чуть сложнее, чтобы нас немножко челленджить, но они не гиперсложные, которые бы мы не могли сразу одолеть. То есть мы не начинаем сражаться с боссом на первом же уровне. Именно поэтому в какой-то учебе или в работе важно, чтобы ваша задача соответствовала вашим навыкам. Может быть, чуть-чуть выше ваших навыков была, чтобы больше удовлетворения получить от ее выполнения. Второе. Поощрение и награды. В играх часто за пройденный какой-то этап, за получение определенного уровня мы получаем награду. В чем прикол? В жизни мы часто не совсем верно это трактуем, когда пытаемся это внедрить. Например, позанимавшись спортом, мы себя можем наградить, не знаю, походом в бургерную, я сейчас фантазирую, или какими-то чипсами, типа я молодец, я там всю неделю занималась спортом, теперь у меня чит-мил. В играх же работает наоборот. Вы не даунгрейдите свой процесс и перебиваете его полностью, а вас стимулирует дальше развиваться. Например, победив в какой-то битве, вам дарят какой-нибудь меч, или лук, или, не знаю, что-то, короче, что-то, что вам позволит еще с большей эффективностью проходить дальнейшие испытания и побеждать более серьезных врагов. Понимаете, о чем я? То есть, позанимавшись, не знаю, месяц без пропусков в зале, можно себя поощрить новой формой. Или, не знаю, если вы работаете, не знаю, там, за какой-то выполненный проект, вы себя можете поощрить, не знаю, более чем-то удобным, как они, не знаю, поставкой для ноутбука, или каким-то более удобным креслом. То есть, тем, что вам поможет работать более эффективно и комфортно. Подумайте, что это в вашей сфере, в том, в чем вы работаете или учитесь, какие могут быть артефакты, которыми вы можете себя поощрять. И тогда будет приятнее достигать этих целей и заканчивать эти проекты. Что еще в играх нам не дает их бросить? Прогресс, который мы видим. Причем мы не просто видим прогресс, что, не знаю, максимальный уровень сотый, и мы вот где-то сейчас на втором, еще, ой, как далеко идти. Нет, мы видим прогресс, сколько осталось от первого до второго, от второго до третьего. И это нас мотивирует. Казалось бы, ну, я поиграю еще 10 минут, и у меня уже будет, там, десятый уровень. Ой, я поиграю еще пять минут, и у меня будет одиннадцатый уровень. Нет ощущения, что это вообще недостижимая штука, где-то вот эти вот сотый уровень, как часто он бывает в работе или в новом каком-то навыке. Попробуйте себе делить вашу работу, учебу или что бы то ни было, какие-то дела, на отслеживаемый прогресс. Например, в учебе, если мы учим какой-то иностранный язык, нужно себе представлять, где мы, и сколько нам осталось до маленького улучшения, а не сколько нам еще осталось до уровня профессионси. Таким образом, мотивация будет поддерживаться, и мы позанимаемся еще чуть-чуть больше, чтобы, буквально на пять минут, но я закрою вот эту вот шкалу. Можно себе настроить, не знаю, какой-нибудь ноушен, который будет трекать прогресс свой и помогать вам развиваться, развиваться не бросать. Ну и также, если уже заканчивать этот пункт про игры, игры разнообразные. Мало у кого могут вызвать зависимость, очень такие однотипные, монотонные игры. Если много каких-то мини-игр, квестов, каких-то смен и обстановок, это нам помогает больше и больше подвязываться и подать в эту зависимость от игры. То же самое можно сделать со своей работой или учебой. Постараться как-то менять деятельность, придумывать какие-то интересные для себя разные штуки, что вас может интересовать в вашей работе. И, короче, находить этот интерес, стараться всегда. Ну и седьмой пункт этого видео, возможно, самый важный для продуктивности. Важно отдыхать и отстать от себя, позволить себе быть непродуктивным. Никакие советы не сработают, если у вас дикая усталость и выгорание. Какими бы вы техниками не будете пытаться снабдить свой рабочий или учебный процесс, если вы не отдыхаете, если вы просто 24 на 7 постоянно пытаетесь нагрузить мой мозг, требуете от себя какой-то идеальности и требуете того, чтобы обязательно выполнять все, что запланировано, скорее всего, рано или поздно вы не сможете этого делать. Либо же просто возненавидите это. В расписании очень важно забивать перерывы на еду, перерывы на отдых, возможно, выделять один или два дня в неделю, когда вы вообще ничего не делаете по вашей работе, если есть такая возможность. Ну, желательно найти такую возможность хотя бы один день в неделю не работать или не учиться отдыхать. Также очень важно немножко снизить эту планку, не требовать от себя подвигов. Если какое-то дело вы не успеваете сделать сегодня, либо же, ну, нет, нет мотивации, не получается, не знаю, вы слишком устали, совершенно нормально переносите его на следующий день. Либо же, если вы решили делать что-то каждый день и вдруг один день выпадает, это не значит, что вы должны бросить все. Вы просто на следующий день снова начнете. Ничего в этом не будет страшного. Страшно будет, если вы решите, что все, конец. Нет, я сегодня была неэффективна или был, и все, все закончилось. Конец моему прогрессу и всему. Нет, конец прогрессу, если вы действительно вот сейчас закончите. Если вы на следующий день продолжите и не будете себя ругать за один день, когда вы отдохнули, не смогли или по какой-либо причине не выполнили то, что должны были, то, что должны были, прогресс сохранится, и вы продолжите добиваться своих целей и быть эффективными. Такие вот у меня мысли на этот счет. Опять-таки, возможно, что-то здесь было очевидно, возможно, все было очевидно, но, может быть, что-то из моих мыслей в этом видео вас оставит задуматься, может быть, что-то попытаетесь внедрить в свою рутину, в свои ежедневные делишки. Пишите внизу в комментариях, какие у вас есть советы по продуктивности и эффективности. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Включайте колокольчик, чтобы не пропустить ни одну тему. А у меня все на сегодня. Увидимся в следующем видео. Пока!